В Саратов приехал полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич. Ему показали строящийся микрорайон, который возводят на землях Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства РЖС. Эту комплексную застройку Полпред назвал примером для других регионов. Подробности визита в нашем следующем сюжете. Полицейское усиление для улицы Академика Семенова в 10 утра. Картина непривычная. Поселок Солнечный-2 только обретает свои черты. Но полномочному представителю президента в Приволжском федеральном округе Михаилу Бабичу нашли, что показать. Жилье для переселения граждан из аварийного и ветхого жилья. Линолеум, обои, ванная и газовая плита – все в наличии. Обои – это хорошо, но цена для покупателя важнее, напоминает Бабич. В Саратовской области есть чем ответить. Здесь самая низкая в ПФО стоимость – порядка 27 тысяч за квадратный метр. В Приволжском федеральном округе цена, в расчете, из которой мы даем деньги из федерального бюджета, на эту программу, самая низкая – 26 тысяч за квадратный метр. И при этой низкой цене так организована работа, что государственная строительная компания строит это жилье, и в эти дома заезжают люди из трущоб. Дома в Солнечном-2 строят на землях Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства, сокращенно РЖС. По словам губернатора, в проекте участвует государство и частный бизнес. 20% жилья отдано под социальные программы для льготников, а 80% – коммерческое жилье. До конца этого года планируют ввести 5 домов – 44 тысячи квадратных метров для переселенцев из аварийных домов. Чиновники уверяют, что многие вместо комнаты в коммуналке получат минимум 28 квадратных метров. Можно, конечно, ужаться, но для людей. Я думаю, что если бы можно было ужаться, они бы ужались. Видимо, просто проектные решения не позволяют. Да, и проектные решения. У нас, во-первых, по объему, мы говорим про себя, самый большой практически. Мы в пятерку ходим в России по объему аварийного жилья, и нас поджимает ветхое жилье. Нет, но потом, если люди жили в метраже бараков, мы же не будем переселять такой же баракный метраж в 21 веке. Полпреду показывают проект будущего микрорайона. Жилье эконом-класса для льготников, врачей и учителей. 190 квартир для детей-сирот. Плюс несколько детских садов, один даже с бассейном, две школы, дворец водных видов спорта и крупный фок. Пока в рамках СРЖС осваивают порядка 140 гектаров. В перспективе еще 630. Все участки областная власть покупала на аукционе. Но Михаила Бабича больше радует конечная стоимость возводимого жилья. Скажите, а рыночная цена сколько была на этой земельной участке стоила? Ну, рыночная цена сегодняшний день 35-35 участков. Ну, то есть в два раза, да? Ну, практически, да. Я просто к чему подвожу, насколько все-таки бюджет выиграл от того, что изъяли землю, которая не используется. И пусть, соответственно, ее и продали с аукциона, но получилось все равно в два раза дешевле для застройщика. Привлек внимание полпреда и недавно открытый рынок на улице Топольчанской. Михаила Бабича интересовал ассортимент, особенно рыбный прилавок. Ему показали аквариум с живой рыбой для продажи. И сообщили, что здесь продают до трех тонн рыбы в неделю, а овощей – 200 тонн. Сразу после этого полпред отправился в областное правительство на совещание. Говорили об эффективности РЖС и состоянии коммунального хозяйства в регионах. По словам федеральных чиновников, пора перестать считать сферу ЖКХ неприбыльной и активнее привлекать туда частных инвесторов. По поручению президента Путина в регионах проведут тщательную ревизию всех унитарных предприятий коммунальной сферы и выведут из системы самые неэффективные. До конца года каждый губернатор должен утвердить четкую дорожную карту развития ЖКХ своего региона. Эта карта станет ключевым условием предоставления поддержки, в том числе на расселение аварийного жилья. Пример сотрудничества Саратовской области и фонда РЖС назвали успешным, а проект «Солнечный-2» – примером грамотной комплексной застройки. Саратовский опыт даже обещали растиражировать на другие регионы.